Валерий Тимошук и руководитель отдела развития миссии и сотрудничества Ассоциации ММНОЕ, потому что это будет более соответствовать тому, что я буду говорить и чем я занимаюсь. На сегодня, несчая послужение в нашем сотрудничестве по миссии ММНОЕ, мы имеем совместное определенное действие 17 тысяч циклами в странах СНГ. Это 37 союзов и объединений. Это порядка 93 тысяч домашних групп. И для нас это очень важно, почему домашняя группа это вот та площадка, как принято сейчас говорить, где люди готовятся к диалогу. И на сегодня мы видим, что церковь в странах СНГ, она приготовлена к диалогу, но она еще не может начать функционировать и действовать в партнерских отношениях. Силу, сложившихся обстоятельств, силу каких обстоятельств, я пытаюсь сейчас сказать. Пользуясь также этой возможности сказать о положительном и отрицательном, я хочу привести со словами моего древнего родственника, который сказал, «Братья мои, немного делайте с учителями, ибо знаю, что вы подвергаетесь большему осуждению, что нет человека в совершенном словах своих, ибо если вы могли бы облюдать язык свой, то вы могли бы облюдать все тело». Поэтому ежедневно принимая участие в этом служении, я имею и положительный, и отрицательный опыт. И исходя из того, что я буду говорить, буду говорить о лидерстве, о влиянии и многовекторности стилей управления или руководства. Почему вся эта тема, она настолько как будто касается меня, потому что мы занимаемся этим сотрудничеством, но что меня подвигло к этому креду, это произошло 20 лет назад. Я сам родом, если молю, то я так и, вернее, не только он жил назад в одной стороне города, а я жил на восточной стороне города. Какой, наверное, имел свои молитвы, но город, когда ты ходил на росток у моря, так и я выходил и молился, да, у моря только с любой стороны. И вот ровно 20 лет назад, вот такой осенний холодный день, я вышел и стал молиться, и была сильная такая облачность. А когда ты стоишь на горе, в жизни есть перспектива, то, кажется, что облака не давят на тебя. И было очень опасно, и я просто перед Богом сказал, «Отец, дай мне подтверждение, что и сын ты». Чтобы действительно ты принял мне в частности свое, чтобы ты хочешь меня использовать как стиль на своем область движения примирения. И, знаете, как бы по наивности своей, к открытости, искренности своей, я говорю, а просто, если как знак этого, возьми, раздвинь эти облака. И когда я сказал, в принципе, я благораздвинулась, и такой сильный пучок света, он просто высветил в то место, на которое мы вышли молиться с братьями. И когда все это произошло, я посмотрел вокруг себя, и вдруг я увидел расцветшие цветы. Поздно осень, расцветшие цветы, и вся эта программа была открыта цветами. Ну, тогда я стал хоризмиром. Тогда я стал прыгать, радоваться, веселиться вот живому детству моего Бога. И тогда все эти эмоции, они все-таки, они проходят, они же не могут показаться. Они прошли, как-то успокоился, где-то осознание стало приходить, подтверждение. Когда мы стали уходить, тот друг Господь мне показал один кубический метр пространства. И вот то, что вы еще увидели, где показала нотики, фактически я это увидел. Один кубический метр пространства, и я столько там увидел насекомых, что в своей жизни я никогда не видел вот столько вместе. Это поздняя осень, один кубический метр пространства, и там не пчелы были, и шмелили, и бабочки поднялись, и там столько много всяких букашек, паракашек было. Ну, весь этот купол был заполнен. Просто жизнь, и я тогда понял, что у Бога есть вот эта гармония. И каждый, просто в плане Божьем, может исполнять свою часть и находиться вместе. И вот тогда это настолько меня потрясло, это, и я понял, что Бог призывает мне послужение применения. Это главных направлений, это телевидение у нас, и работу с этими. Это, конечно, открыл, и на протяжении 20 лет фактически название церкви, оно менялось. Сначала было с церцем Давида, потом церковь Божий, сейчас церковь Добрый и Перемен, но каждому периоду было свое время и свои действия. Но церковь осталась вверх на этом увидении, и вы, может быть, слышали, знаете, как все идет эта праздник. Но вопрос дальше касался о лидерстве. И когда я уже уходил с этой площадки, на которой все это произошло, вдруг Бог показывает мне абсолютно засохшись в стебель цветка. И оба абсолютно сухого, не было на нем ни листочка, но там расцвел больший семиситель. Это настолько меня поразило, и я понял, что даже сухое, оно может под действием Бога приносить свой цвет и в свое время принесет свой цветок. Так и начались мои молитвы и мое служение. И, конечно, коснулось того, Господь, а какая моя часть во всем этом служении, что я должен делать, как я должен идти, какие ты цели ставишь. Есть вдохновение, есть вот эта точка, от которой ты можешь действовать. Есть понимание, кто ты. Но вопрос, куда идти. Куда идти. И Бог действительно стал показывать, куда идти. И на сегодня я могу сказать, что благодатью козы я единственным тот, кто я есть. И служу там, где я на сегодня служу, я в нашем таким земном понимании и абсолютно счастлив, потому что я работаю в команде, развиваю взаимоотношения. И в силу того, что наша организация, ассоциация «Иммануил» занимаются телевидением, полный рост. Вы сами слышали об этом. И субрагационный материал, который у нас есть, это многописточные свидетельства измененных жизней. И, конечно, Бог поместил меня в этот эпицентр, чтобы собирать эти свидетельства и сделать возможными, чтобы эти свидетельства становились возможными и другие. И на основании этих свидетельств люди могли иметь вот это желание своего преобразования. И, конечно, как церковь, столь утверждения истины, она стоит в голове. И я понял, чем мы стали заниматься, так это формирование нового характера учреждений в нашей церкви, которые стали приходить к нам. Рост был просто феноменальный. В течение 8 месяцев мы выросли до 500 человек. Но когда здесь такой интенсивный и быстрый рост, то вы знаете, что после этого происходит. Вроде бы у нас и лидерство было, вроде бы и собрания у нас были, но не хватало знаний, не хватало пониманий. Отсюда приходили конфликты, отсюда приходили и разделения. И первое разделение небольшое, незначительное, но оно буквально произошло через 8 месяцев. И так было как-то, ну, смешно, но оно было, и мы не знали, как им управить. Церковь разделения, вы знаете, что оно захватывает внушесо людей. Ушло 2-3 человека из-за этого конфликта. Ушло много, потому что сатана здесь просто не дремал. Он делал своё дело и помосил братьям. И действительно, он брал те факты, которые действительно были среди нас, которые действительно действовали. Почему? Потому что мы все родом были с курсоветского пространства. Единственная сила управления, которую мы понимали, это авторитарно. Потому что мы выросли в таком государстве. В чём суть авторитарного? Как я сказал, так и будет. Вся внутренняя мотивация лидера, она должна побудить других людей, как и для разных действий. И мы уже выросли, с такой стороны, где говорили одно, имели высокие специальности, имели возроды. А на теле происходило что? Совершенно другое. Жили фактически граной вот этой жизни. И оно мне стало внутри, знаете, будоражить. Почему? Потому что Дух Святой, он начал действовать внутри, открывать меня самого. Что я? Когда я хочу сделать доброе, я что? На самом деле, да, а он на вами не нахожусь. Хочу про площадь, выходит что? Как всегда. И вот этот момент лидерства и команды, он действительно стал очень сильно волноват. Итак, возможно, у вас есть различные соображения касательно того, что такое лидерство, из чего складывается успех, как должен вести себя лидер, и каков эффект различных силы лидерства. И, конечно же, у каждого из нас волноват представление о том, как становиться лидером. Есть множество систем или принципов, по которым мы можем определять лидерство, или которые мы определили для себя. Теория о великом человеке. Я быстренько буду идти. Выявление отличительных чек. У вас есть конспект, вы можете посмотреть. У вас есть ситуативный подход к лидерству. Ролевой подход к лидерству, есть подход с позицией мастерства, теория, дара. Поэтому все эти подходы, которые есть к пониманию лидерства, они действительно побуждали лидерство к определенному действию. Вот это внутреннее побуждение, в современном христианском режиме, называется как мотивация. И фактически, что мы как лидерство стали делать? Мы стали искать Божьего лица, стали искать Божьих откровений, и стали, что, передавать эти Божьи откровения, чтобы действительно вовлечь в это движение всех остальных. И если мы скажем о начале 90-х годов, все наши вот действия в основном крутились вокруг чего? Внутри церковного строительства. И мы были очень заняты формированием характера. Поделись первые домашние группы, модели домашних групп, которые направляли нас на евангелизацию и личный евангелизм. Ну, как правило, домашние группы, так что происходило. Если мы говорим о формате, ли ведокон, о планении, о ожидании, о таком объявлении выделенем, до этого мы не доходили. Вы еще родом из этого, так же, пребываете. Вот поэтому мы говорили о евангелизациях, а народ все равно пребывал внутри. Народ, который хотел возрастать, это было то время, когда действительно мы формировались, как лидеры, формировалось наше благочестие. Потому что, если понимая лидерство как таковое, оно движется, значит, под любым таким рельсом, благочестие и эффективность. И об этом нельзя забывать, потому что этот поиск лидерства двигается по этому рельсу. Но если одна из рельс будет разрушена, то, конечно, и нет никакого движения. И когда церковь 90-х годов, она стала очень много говорить о кризматическом движении, о кризматических порах, о плавлении дорог, она не могла остаться на месте, она должна была длинуться. И вот эти первые социальные программы, они станут действовать. Я как раз в это пришел сейчас. Он действительно был в начале 90-х годов тот человек, который первый принял этот вызов работы с детьми сиротами. Он стал говорить, значит, в следующих он открывал эти моменты. И мы понимали, что мы должны стать двигаться вместе, что-то стать делать вместе. А как это делать? Мы собрались вместе, мы начинали решать вопросы. Проходило 2, 3, 4 часа, а вопросы не решались. Мы видели, кто из нас здесь кто, как мы управлялись в наших практиках, в напряжении, никакого не было. Тогда нужно задумываться, а что же будет служить вот этой, знаете, внутренней мотивацией для лидера. И читая умные книги, я думаю, что без командной работы нам дальше никак не продвинуться. А когда есть командная работа и так, есть различные типы лидерства, тогда действительно есть и фактически то, что мы говорим, руководство. Но слово руководство, оно очень хорошо, знаете, связано с таким словом, как дирижер, да? Руководитель это кто? Дирижер. Но для того, чтобы действительно быть дирижером, нужно иметь, во-первых, одну партию. Мы согласны с ним, чтобы все вместе согласились с какой-то одной партией. Эта партия, она называется людьми. Мы должны иметь какой-то определенный язык. Одинаковый, ну, в нашем понимании, есть лидерства, которые состоят из семи звуков, да, и отходили. Это все записано, мы должны научиться читать. И этот пункт, когда каждый выучил свою партию, дирижер выходит, и что делать? И начинает дирижировать, и происходит вот эта гармония. Гармония единства, гармония наполнения. И действительно, это в такой момент, насколько важно нам прийти к общему возникновению. Насколько важно нам иметь от любви денег. И в начале 90-х годов мы стали уже говорить об этом. Стали молиться, стали просить у Бога, чтобы Бог давал нам не только цели, но давал и видимо, чтобы как команда мы могли двигаться. И чем дальше влезть, тем больше дров, когда стали касаться всех этих моментов, мы поняли одно, что нет единого стиля руководства. Чтобы действительно руководить, для этого должны быть разные стили. И чтобы действительно руководить, для себя выбрать такое определение лидерства, как оно сегодня мотивирует меня и позволяет действовать в Господе. И я вижу эту модель у самого Господа. Кто такой лидер? Лидер – это личность, с данной ему Богом способностью и ответственностью, оказывает влияние на определенную группу людей, чтобы открылись намерения Божьи по отношению их к жизни. Оказывается, все цели, которые Бог нам дает, все эти социальные программы, которые у нас есть, они связаны с тем, что Бог хочет развивать нас, как детей своих. Потому что в послании детеса нам не сказано, что Бог был дарой служения и поставил их апостольными, как и правоками, и лидериками, и посторонно учителями. Для чего? Чтобы мы все пришли в познание и совершенство образа Божьего. И вот как учитель, я тогда понял, что это происходит. Как оно происходит в действительной жизни, и что дает обучение как таковое. Мы много знаем такое выражение обучения. Мы видим у человека что-то неправильное, мы подходим к нему, обличая. Но слово обличение, оно связано с чем? С пониманием образа. И если мы берем писание, где употребляет это слово, оно звучит так. Все писание Богу удовлетворяло и полезно. Во-первых, для научения, для обличения, для исправления, для наставления праведности, чтобы был исправлен Божий человек по всякому доброму делал, подготовил. Оказывается, без всякого научения, без всякого слова нет вот этого обличения. Что такое обличение? Это несоответствие образа. И только когда тебе предоставляют право через взаимоотношение, через авторитет начинать учить, только тогда ты можешь нарисовать определенный образ, который и может коснуться людей. И каждый человек может себе определить по отношению этого образа, соответствует он или что, или несоответствует. Отсюда пришло вот это понимание движения, работа с командой, что он видит, он обращает особое внимание, определяет на самого человека, на свою команду, чтобы выстраивать правильные взаимоотношения. Ибо Бог, во-первых, нас сотворил для общения с собой в действительности, аминь. А мы здесь уже вечность можем переживать, когда мы начинаем трудиться. И цели нам нужны лишь только для того, чтобы познать больше друг друга. Вот сегодня мы собрались для того, чтобы познать друг друга. И вот эти все деятельства, от которых мы отводим вот эти маленькие минутки, у нас это еще не главное. Главное, конечно, то, что будет говорить только ведущую. Но я думаю, что приходит то время, когда мы будем меняться с нами. Потому что мы сейчас вообще услышанно начинаем говорить о чем? О командной работе. О корпусской работе. О корпусской работе – это тот опыт в командной работе, который ты можешь принести. Просто корпусская работа – это огромный опыт. Почему мы сейчас еще не можем работать в партнерстве? Знаете почему? Потому что мы не доверяем друг друга. А не доверяем потому, что мы не отображаем через себя определенные разные стилии управления. Как мы здороваемся друг другу, как подходим, как мы слушаем друг друга – это нет вот этого внутреннего опыта. Поэтому сейчас все церкви, в основном, они начинают двигаться в социальных программах. Но, смотрите, в последнее время очень сильно развились миссии, которые стали работать в этих программах. А знаете почему? Потому что миссия, она не могла работать в рамках церкви. Потому что церковь и программа миссии, они двигались параллельно и не находили точек соприкосновения. Почему? Потому что авторитарный стиль управления, как опыт старшего старшего церкви и Печкинова, желающего служить верующего в миссию, одинаковые. И когда они встречались вместе, всегда возникал вопрос – кто из нас будет старшим? Да, кто на кого работает? Потому что мышление, оно вот такое дуалистическое. И или ты старшим, или я старшим. А у нас на Украине, когда сейчас собираются два касака, то среди них три лет, наверное. Да, вот всегда спрашивают, а что же... Нет, так это вот те сломнения, которые уносили, что нужно приносить дядьку какого-то, то дядька нас растудит. Ну, да, да, ну, наверное, какого-то приносит. Что-то, они приезжают, объединяют нас, начинают учить и потом говорят – «О, начатьте, поговорите, немножко посоветуйтесь». Ну, что мы здесь можем решить? Ну, мы имеем уже этот опыт работы. И все, я говорю, потому что они для нас становятся очень важными. Но сегодня, конечно, есть множество попыток рассмотреть все эти моменты стилей лидерства. И вот один из вариантов я хочу вам показать, как пришло вот это понимание стилистики лидерства, которое называется более ситуативно, согласно тех ситуаций, которые возникают. Если было бы… А еще время? Есть, есть умновление. Будет ли возможность показать места специально, которые соотнесут вот такой вот… Да, мне нужно 30 минут оставить обязательно на кодресе, чтобы поработать. Если мы прикоснулись к этому, это нас зацепит. Да. И так, смотрите, как правило, вот эти отношения власти и свободы, они всегда очень актуальны. Когда мы приходим сюда и мы говорим, я это самое, ой, забежался. Вот в данном случае, как мы сейчас сроки, перетянули шуткой, но в каждой шутке есть только доля шутки, а остальное еще не справлю. Если руководитель первый пришел, и ты приходишь после него, ты взял создание. Да, здесь, ну, другой вопрос всегда стоит влияние и отношение власти, да, и твоей позиции. Кто ты? Ты управляющий, руководитель или ты же подчиненный? Так не живет. И имеем множество общений среди пасторей. Встречаюсь на пасторских встречах. Я просто видел, когда мы встречаемся как пастора, все равно мне отходится вопрос без людей. Все равно мне отходится вопрос, мы сейчас уже поумели, мы называем, мы не называем этого человека, который будет вести, мы называем его координатора. Да, но мы уже умеем с вами, мы понимаем, что это не навсегда, это человек необходим, потому что те рабочие процедуры, которые будут происходить, они помогают нам включиться, и он уже обладает определенными навыками, у него есть определенные знания, он желает включить все. Так вот, в данном случае обвинение делают, он поставил себе эту цель, он знает эту задачу, он по максимуму хочет включить, чтобы каждый из нас вышел, выступил, что-то сказал, потому что голос каждого, он важен, потому что мы находимся в такое время, время вот этого перехода, время действия в партнерских отношениях. Когда действительно мы сможем выработать одну общую цель, одну задачу, и опыта у нас все больше и больше и больше. Поэтому вот я могу сказать, что то, что происходит на этом форме, оно пророческое. Пророческое слово, оно, как правило, оно не управляет всем процессом. Пророческое слово, мы должны понимать, оно что только делает, оно просто нас указывает и поправляет. Ибо так написано в описании, я ничего не придумываю от себя, стараюсь каждое свое мнение проверять и согласовывать со словом Бога. Ибо пророческое слово, оно дано для чего? Для увеселания, для назидания и для утяжения. Слово увеселание несет в себе смысловую нагрузку, фокусировать, показывать лучшую цель. И когда мы начинаем видеть лучшую цель во мнении, мы начинаем что делать? Назидаться, мы начинаем устрояться. Таким образом, как живые окраины. Мы начинаем говорить о своих сильных сторонах, о своих сладых сторонах. И вместе двигаясь к той цели, мы начинаем что делать? Совершенствоваться. Не совершенствовать себя, как в начале 90-х годов тот лидер и старший паспорт, который стоял, он был все в одной. Он фактически становился универсальным солдатом. Да! 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 К великому сожалению, мы не признавались об этом открытом, когда мы встречались и делились то, что было в сердце, мы это видели. И в этом мы сами пребывали, потому что опыта не было, не было того, кто нас научил. Потому что совесть человека, это то, что советует нам поступать. Она принадлежит общество. Мы выросли в том обществе, которое постоянно обманывает. Которое называло белое, черное, но черное называло белым и заставляли их поверить. Какие-то великое удивление сами верили в этом. Я бы просто видел, что с паспорами происходило то же самое. Паспорт берет принцип Бога и теографии, являясь опократным человеком или имеет директивный стиль. Он говорит, так сказал меня Бог. Вот кто-то было продавлено это слово, так сказал мне Бог. Значит, все другие мнения, все другие опонимания, они просто отсыкаются. И если вы не исполняете то, что я вам говорю, проклатием вы практики. Да, и вам какая дорога куда? В А. И поэтому все призывается к чему? К покаянию. А Слово Божие, оно немножко другом, да вы? Слово Божие говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. А Царство Небесное это и есть проявление вот этого единства в семье. Когда каждый действует на своем месте и является членом этого тела Христова. Я придерживаюсь этой точки зрения, я никогда не стремлюсь за единство. Вы знаете, математическое единство ни к чему не приведет, оно приведет к одному, кто из нас старше. Когда это единство есть, будет заложено внутри, ты начинаешь действовать и изучить. Ты начинаешь принимать человека. Ты начинаешь уважать человека. Да, ты начинаешь позволять ему говорить, чтобы узнать человека, узнать его мысли, узнать его действия. И ты начинаешь видеть, что он может сделать больше, чем ты делаешь. Или он что-то делает в другой сфере. Там, куда ты не идешь. Ты начинаешь что делать? Уважать, добавлять веса этому человеку. Вы разумеете ли я? А что значит ставить в подсчет, вот это почитание мы говорим? Смиряться не нужно только быть перед Богом. Крупкими, друг перед другом. Слово «крупость» внесет себе смысловую нагрузку – понимать человека, с которым ты говоришь. Понимать вот эти его внутренние мотивации. Поэтому, когда все эти принципы стали открываться, мы поняли, что насколько важна внутренняя мотивация человека. Внутренняя мотивация самого лидера, внутренняя мотивация той команды, с которой у него есть это постоянное взаимоотношение, чтобы действительно достигать определенной цели. И тогда лидер, имея общение со своей командой, работая со своей командой, он начинает практиковать эти принципы в своей жизни. И в жизни братья и сестер, которые разделяют с ним его видение, разделяют с ним систему ценностей. Видение должно быть четко обрисовано, эта картина должна быть нарисована, поставлена к цели. К цели должны быть приложены, как мы в данном случае говорим, символ веры или те ценности, которые мы исповедуем в Вести. Потому что мы должны понимать, что мы одинаково, единодинаторо представлены, будем иметь один метод достижения этой цели. Поэтому учим нас за спортом. Вот смотрите, что происходит в жизни построение вот этих отношений лидера и команды. И мы рассматриваем вот эти взаимоотношения лидер-команда как перспектива к партнерским отношениям, о которых мы сейчас с вами говорим. Что делает на первой стадии? Отношение власти и свободы. Лидер решает и объявляет свое решение. И что он делает? Он же внутри решил себе. Он выходит перед командой и объявляет. Власти у него в этом случае столько. В полной области и отношения свободы, свободы у команды почти никакой. Она выслушала это, значит, исчезла и исполнила, да. Но как так мы имеем ответственность за действительно духовный рост тех людей, которые работают с вами в команде, то что делал Рисус Христов три с половиной года? Чего он учил? Он просто взращивал их, чтобы они, как в конце, что могли сделать? Принять Дух Святой и, понимая движение сердца своего, ибо сердце, выходит все, и оно лезет в центр, и спросит, могли двигаться дальше. И, как я знаю, клинтестенция служения Иисуса Христа произошла тогда, когда они были потайной вечерей. Он говорит, есть один из вас, который предаст меня. И что команда сделает? Лидер. Лидер. А в нашей команде, если мы скажем, что среди нас есть предатель. Что происходит? Вот. 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 Да. Не парит. Вы разумеете? Вот. Мы должны действительно с вами, как лидеры, быть наблюдателями, как это происходит. Научили мы людей, не так внутрь действовать согласно Духа Святого, чтобы Дух Святой им говорил. И вот, я считаю, что это самая высшая точка учительства Иисуса Христа, когда они спросили, мне я любую Богу. Мне я любую Господу, потому что он научил их. Он научил их самому главному, 138-му общему, что Господу посвятим меня, испытай меня, но не опасно. Мы ее что? Утили. 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 Вот эта тайна, которая есть у нас, которая сокрыта для нас с вами. Ну, если мы просматриваем динамику и перспективу, я не могу так сказать. Да, ничего. Поэтому, когда Лидер начинает в этом двигаться, начинает вот это слово, очень хорошее, которое у нас в последнее время, оно уже затертало. Диригировать власть. Но с диригированием власти нужно понимать, если ты диригируешь власть, то ты предоставляешь свободу. Ты предоставляешь... А мы свободу этого человека, ты обязательно подкрепляешь ресурсами. Вы слышите меня. Вся твоя свобода должна быть подвержена и подкреплена определенными ресурсами. Конечно, целый этап раздела, о котором нужно говорить. Посмотрите, что на втором этапе делает Лидер. Он разъясняет группе свое решение. Здесь он просто выходит и объявляет. На втором этапе он что делает? Он разъясняет. Он показывает систему его ценностей. Я думаю, что это этап. Это все, да, это лидеры из самой группы. Этот континуум, когда вот это бесконечное движение тоже происходит от одной крайней точки к другой. Но мы это можем назвать определенными этапами, чтобы нам сейчас легче было это определить, чтобы было вытянуть внимание в стилистике лидерства. Третий момент который. Лидер что делает? Засчитывает решение и выслушивает вопросы. Это вот опыт показывает, что на определенном уровне развития, когда лидер приходит без проекта, нет, знаете, объекта обсуждения. Когда ты приходишь и предъявляешь хотя бы какой-то проект, какой-то набросок, появляется объект обсуждения. И это уже определенный уровень. Потому что на первых этапах развития команды, команда, она не видит этого. Она должна подняться. Она должна вырасти в этом плане. Поэтому он зачитывает решение и выслушивает вопросы. Потому что по вопросам лидер начинает понимать принадлежность. людей в команде. И желание. Их, и способность. Их действовать дальше. На более подробно нет возможности говорить, но хотя бы так вот чисто с прихами. Я хочу показать вам как бы действия по форме. Потому что когда мы действуем по форме, скорость наша, она увеличивается. Итак, четвертое. Что делает лидер? Он предлагает крупное решение. Советуется без рукой. И решает этот шанс. Что делает? Он тут приходит с наброском и говорит. Вот посетила мне такую мысль. И у меня есть вот такое слово. Есть такое понимание. А как вы думаете? Как вы думаете, как мы должны вот так разлить? Включаются дары уже. Понятно? И каждый открытый. Смотрите, что происходит. Отношение власти, да? И отношение. И, соответственно, здесь включается весь вот этот ресурс, который лидер поднимает и отдает команде. Потому что не просто так это происходит. Пятый момент. Смотрите, он излагает проблему. У него нет проекта. Он уже на другом уровне. Он излагает проблему. Потому что команда, она уже в состоянии сделать определение. Он найти цели. Как послужить определенного видения. И выслушивает мнения и решает их. Наши соба не задает проблему и очерчивает границы возможных действий. А группа, она уже решает. Все равно мы всегда имеем ограничения. Сколько мы не будем жить на этой земле, у нас всегда будут определены ограничения. Сфера нашей деятельности. Те цели, которые перед нами стоят. Те ресурсы, которые у нас есть. Это те границы, которые у нас есть. И в седьмой момент он дает группе полную свободу. Определить проблему и принять решение. Фактически вот эта табличка в свое время. Она у меня года три-четыре лежала на столе. Под светлом. Потом под столбой, чтобы действительно можно было понимать и видеть. Оценивать команду на каком уровне она находится. И соответственно вопросы решать согласно ихнему участию и ихнему духовному роста. Итак. Да, пожалуйста. Это вопрос, который немножко переезжает. Я к этому иду. Я обязательно подведу итог всего, что говорю, рекомендую в стилях. Потому что это еще не стили. Это еще не стили. Это тот... Да. 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 Да, я обязательно сейчас. Сейчас это открою. Обязательно. Итог, стили руководства, получается, они всегда связаны с такими факторами. Связанность лидера, его системы ценностей, его взгляды на власть, его лидерские наклонности. Его терпимость к неясности потребна в определенности. Его оценка собственной компетентности и компетентности его команды. Это тот первый фактор, который влияет на стилистику, которую мы касаемся. Так же касающийся самой команды. Потому что здесь отношение идет так. Я – мы. Лидер. Он общается с командой мы. И он должен, конечно, в сути стать мы. Я. И команда, мы в сути есть и единый. Раскрыть этот потенциал. Он уже заложен внутри каждого из нас, как христианина. Мы должны все сделать. В процессе его раскрыть. Не прийти к этому. Не приближаться друг к другу, да? А мы должны это что сделать? Раскрыть и внутри себя. Поэтому факторы, касающиеся самой команды и та ситуация, в которой попадает команда. Потому что все эти моменты, они решаются тогда, когда есть определенная ситуация. Когда нужно действовать в определенном промеже такого времени и согласно того контекста, в котором мы начинаем свое служение. Итак, некоторые обобщения. Единственное, верного стиля лидерства не существует. Хорошим лидером окажется тот, кто будет внимателен и сумеет правильно оценить различные факторы с тем, чтобы правильно провести себя, повести себя в той или другой ситуации. Хороший лидер владеет всем диапазоном в стиле лидерства, то есть может изменять свой стиль в зависимости от ситуации. Серьезные проблемы возникают в тех случаях, когда поведение лидера не соответствует его имиджу в глазах сотрудников или их ожиданиях. И в этот момент выбирая стиль, лидер достаточно постоянной группы обязан учитывать только срочные цели. В любой ситуации он должен так можно больше ориентироваться на группу. Итак, не дам вам попробовать и не увидев определенные стили, то, что я дальше говорил, оно было бы может быть чуть выше головы. Поэтому у нас сейчас есть возможность заполнить табличку. Вот, пожалуйста, перед вами лежит вот эта табличка. И здесь в этой табличке будут раскрыты шесть телевидерства. Я просто бегу этими тендами, не подвожу вас тут плавно, вы уже извините. У нас вот в самом конце давайте прощем, что нам нужно сделать. Итак, инструкции к заполнению анкеты. Подумайтесь, что вы делаете как руководитель, лидер своей организации в настоящее время. Я так понимаю, что здесь собраны все лидеры, да? В какой-то степени вы руководите какой-то группой людей, поэтому у вас есть определенный опыт, поэтому я думаю, что вы сможете ответить. Здесь 36 пар высказываний, при помощи которых можно описать, как вы исправляетесь с роду лидера. Итак, прочитайте каждую пару высказываний и решите, какое из них вам наиболее подходит. Затем поставьте х, или кресик, как мы говорим, в соответствующей колонке в отведенном квадрате. Например, если вы думаете, что первое высказывание в первой паре лучше всего расплевает то, что вы делаете, поставьте кресик в отведенном квадрате. Вы должны проработать все пары высказываний, в некоторых случаях трудно найти различия. Кажется, что оба подходят или не подходят мне обувь. И все-таки вам нужно выбрать и поместить то высказывание, которое в той же степени характеризует вас как лидера. Итак, непременно удостоверьтесь, что поставили кресики в каждой колонке. Вот, смотрите, первая пара. Чех высказываний или, и вам, ну, чтобы вам соответствовать, нужно поставить или СБ, или Д. Итак, эти чех 36-ка. Дорога, не думайте, анкета, она заполняется, вы знаете, в определенном темпе. Там, где вы не знаете, как ответить, оставьте ее, идите дальше, а потом вернетесь, но запомните. Почему? Потому что в конце концов, когда вы все сделаете, мы вычеркнем определенную диаграмму для вас. Баранёны, если вы не поняли, прочтите еще раз, что сейчас написано. Да. Это будет часть стилей лидерской причастности, которыми она будет раскрываться через эту аркету. Это поможет вам немножко взглянуть на себя, где вы находитесь, а потом мы пойдем дальше с нами. Вот полномочия свою власть и тому времени, которое мы сами выставляем, это говорит о том, что мы скромны к директивным методам управления. Все. А авторитарность, она, она стоит укреститься. В данном случае у меня также. Я не исключил. Здравствуйте, дорогие сестры! Суть вот этой анкеты дана для того, чтобы вас хотели немножко ознакомить с названием стилей, которые есть, чтобы хоть чуть-чуть предметно стать с вами о чем-то говорить. Итак, смотрите, в данной актаблице было определено шесть стилей руководства и шесть стилей управления. Первый стиль – это директивный и властный. Второй стиль – это ориентация на достижение успеха. Третий стиль – это личностный стиль. Четвертый – демократический. Пятый стиль – это стремление задач о том. И шестой стиль – наставнический. Здесь у вас есть краткое объяснение стилей. И вот директивный стиль – это он что делает? Это видит исповедующие принципы. Делает так, как я сказал. Держит всех под контролем и в качестве движущей силы использует поощрение, наказание и дисциплину. Я заранее хочу сказать – нет ни одного плохого стиля. Вы слышите? Нет ни одного плохого стиля. Все эти стили, они важны. Почему? Потому что мы с вами говорим о ситуативном подходе. Вы слышите? Мы в разных ситуациях. И если какой-то стиль у нас не действует, то мы можем видеть, если ты только начинаешь что-то новое, то есть директивного стиля движения в команде нет возможности. Нужно все как бы это понимать. Поэтому я заранее вам говорю – нет ни одного стиля плохого. Он есть или нет у вас, развит или не развит. Поэтому по той профессии вы начнете смысловать и понимать, где чуть-чуть добавить, где чуть-чуть нужно убавить. Если у вас есть какой-то доминантный стиль один, вы его увидите. Вы увидите, что вы всегда в решении вопроса, когда спешите со своим ответом, вы не всегда будете склонны поступить согласно той доминанте, которая есть в вашем характере. Но это не всегда правильно и не всегда приводит вашу команду к достижению этой цели и даже понимания друг друга. Поэтому следующий стиль – это ориентация на достижение успеха. Строгий, но справедливый. Лидер дает людям ясные указания, надеяться не развесывает убеждения и обращает каждому свою оценку его успеха. Третий стиль – личностный стиль. Прежде всего люди – дело потом. Такой лидер больше всего ценит доброе отношение в организации. В качестве стимула пытается обеспечить людям дополнительные льготы, чувства безопасности и приятной атмосферы. Четвертый стиль – демократический стиль. Один человек – один голос. Такой лидер побуждает людей активно участвовать в принятии решений и вознаграждает усилия команды. Второй стиль – стремление задать темп. Люди, придерживающие стиля, лучше сделали это сам. Он лично берет за многие задания, предполагает, что остальные последуют его премьеры. Подразумевается высокий уровень исполнения. Людям предоставляется возможность работать самостоятельно. Людер впереди – побежал. Людям, кто побежал, тот с ним, кто не побежал. И обсеивается. Итак, еще с той стиль – настальнический стиль. Картиночка, она соответствует самому названию. Ты можешь это сделать. Лидер такого типа помогает членам команды, пожелает их работать лучше, представляя им возможность для личного развития. Итак, ни один из силей не оказывается действенным во всех ситуациях и с любыми людьми. Ситуативное исследование лидерства неоднократно показало, что успешное лидерство – это искусство использования подходящего стиля для общения с определенными людьми в определенных обстоятельствах. Пришел у вас новый человек в команду, и фактически в вашей команде начинается все сначала. Вся динамика, которая была в команде до этого, она уже на рычу разрушается, и у вас уже нужно создавать новую динамику, устраивать новые взаимоотношения. Опять озвучивать те цели, задачи, которые есть, ролики, которые каждый должен исполнять в движении достижения цели. Итак, опираясь на данные исследования, можно сказать, что наиболее эффективный стиль, да, Петр, это тебе ответ. Это сочетание ориентации на достижение успеха и наставнического стиля с небольшой долей демократической. Итак, опираясь на данные исследования, можно сказать, что наиболее эффективный. Мы с вами говорим о эффективности. Есть одна сторона называется благочестие, а другая сторона – эффективность. Вот так команда достигается провокцина. Это ориентация на достижение успеха, наставнических и с небольшой долей демократической. Итак, любитство означает не только делать, вот это важный момент, который хотел сказать, но и быть, и становиться. И здесь сначала назвал учредством апостолами, и в процессе они должны были что сделать? Стать этими апостолами. Вот почему стили, связанные с действием директивным, ориентированные на достижение успеха и сводящиеся к стремлению задать тем, ошибка, должны сочетаться с личностным, демократическим и наставническим стилем, которые связаны с понятием быть и становиться. И здесь вот это сочетание, вот это искусство, это понимание поможет вам действительно быть эффективным лидером не самому по суде, а эффективно начать действовать с командой. Когда действительно вот этот опыт у нас появится в наших отношениях, в нашем движении для достижения целей, тогда мы сможем сказать, что у нас выработается определенный язык лидерства. И когда мы будем собираться вместе, мы будем понимать, что когда мы собрали среди нас, все равно должен быть тот человек, который является носителем их видения, который действительно может его передать, это видение. И сгруппироваться вместе, соглашившись вместе двигаться, мы можем начинать свое движение. Много здесь факторов веса, о которых можем говорить дальше, но я думаю, что я со своей задачей справился, потому что, как еще раз говорю, нарисовал проблему и дал возможный этот самый, возможный один выход из той проблемы, к которой у нас есть, и будет действительно партнерские отношения. И вот то, что связано с реформацией, изменением общества на Украине, оно могло действительно происходить. Для себя я отмечаю так. Здесь очень хорошее взаимоотношение с бразильской церковью. Там действует дура Духа Святого. Миллионы и миллионы людей сейчас каются. Но, как плод всего, я вижу, что эта страна, в которой одна третий является возрожденными свыше христианами, из 150 миллионов, 50 миллионов являются христианами веры евангельской, возрожденными свыше. Проходят такие карнавалы, то я задаю себе вопрос. Почему им надо оставлять Лио-де-Жанейро брать воздействие в это время, чтобы выехать из семьи, никогда такие беззакония происходят на их улицах, когда более 60 процентов парламентария в этой стране верующие христиане. Поэтому, я думаю, что та работа, которая действительно у нас проводится на Украине, и как Бог нас ведет в этих социальных проектах, в этом стремлении, в этом форуме даже, это все способствует проявлению того коротческого слова, которое было сказано, что Украина, она займет свою лидирующую позицию в том пробуждении и информации о общество, которое будет в последнее время. Пусть Бог благословит нас. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, обсудите, я постараюсь ответить. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова